Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Я надеюсь, что пес меня предупредит, если кто-нибудь опасный припрется. А мы постараемся всех их... Куда он так ломанулся? Всех их разложить. Забирайте свой чай обратно с новой. Что-то никакого лута я тут не вижу, хотя столько всяких вроде коробок, бочек. Вот в Скайриме в бочках куча добра, а тут ничего. Кстати, а что-то мы не присаживаемся. Надо бы быть аккуратнее, тут же враги как-никак. Враги мои, враги, я сейчас вас... Чего ты идешь? Хорешек. Ух ты. Тихо. У-у-у, тихо-тихо-тихо. Готово. Пес, ты куда пошел-то? Сейчас тебя там разложат. Пес! Да ты зараза. Вот ты пес, мода на тебя нету, а. Срочно нужен мод на фоллаут, на псов и прочую живность. Пес! Поднимайся с колен, тварь дрожащая. Я не буду на тебя тратить, хватит. Мне уже надоело на тебя тратить всякое полезное вещество. Ну ладно, пожалуйста. Сам встал, сам побежал. Отлично. Баффаут мясо дудник. Пригодится пачка сигарет. Ммм, то что надо. Карандаш. Это ладно. Пока не до него, кстати, как-то здесь... О! Хотела найти, как здесь фонарь включается, а нашла немножечко другое. Ну ладно. В общем-то. Ну в общем-то. Другое так другое. Никаких больше тут врагов нету. Пока я не буду особо лот собирать, мы сейчас дойдем до какого-нибудь места, где мы сможем остановиться, передохнуть. Возможно, склад какой-нибудь найдем. И уже тогда мы весь лот здесь обчистим и все отсюда заберем. Ну, штайник с крышками. Как его можно не взять-то? Это штайник с крышками. Пес! Ты видишь каких-нибудь еще врагов? Бесполезная псина. Только... О! Крышка на контуре хладогена. Что это? Что это было? Еще и звуки такие странные. Хорошо, где тут наши богатства? Кого мы тут расколупали? Патрончики. Гладкоствольный автоматический пистолет. Рейдерская броня для левой ноги. Холщовый капюшон. Дорожная кожаная одежда. Слушайте. Сколько тут всего, а? Ну-ка, ну-ка, предметики. Одежда. Главной убор полченца. Дорожная кожаная одежда. А-а-а-а. Понятно. Мы тогда снимаем все остальное. Ну-ка, а что за кожаная броня для левой ноги? Кожаная одежда. Рейдера. Дорожная одежда. Красная бандана. Очки сварщика. Рейдерская броня для левой. Это получше будет. Ага. Рейдерская броня. А для правой руки? Нет, ничего не надо. Полщовый капюшон с ремешками. Это чего? Ага. Это мой противогаз с ними. Полщовый капюшон. Ну-ка, посмотрим, что там у нас получается. Да. Какое-то странное одеяние, но да ладно. Будем сейчас лут собирать. Весь подряд. Возможно, мы вместо костюма бродяги что-нибудь еще себе интересное такое подыщем. Потому что костюм бродяги, это, конечно, неплохо, но... Так, понятно. Подождите-ка. Я еще внизу все не обследовала. Ментаты, радыкс. Верхняя часть черепа. Выкидной нож. Че ж, я что, поранилась? Да ладно, не говорите мне, что я поранилась. Что за дела? Опаньки. Надо что-нибудь туда сожрать. Помощь. Чего? Можем скушать такое. Ядер кола. Радиация 5. Не хочу себе. И так у меня радиации немало. Давайте что-нибудь без радиации у нас есть. Вот, например, жареный рад таракан. Вот странно, рад таракан, но без радиации. Нам сразу получше стало. Давайте F5 нажмем. Ох, пес, ты не пугай меток. Это у нас что здесь такое? Открыть. Подождите-ка. Это я успею открыть. Я хочу посмотреть, что у нас делает данный терминал. Требуется пароль. Будем сейчас вспоминать взлом. Такой взлом. Дринк. Хороший пароль. Наверняка он и есть. Ну-ка. Сходство 1. Ага. Ищем, значит, сам. На D у нас тут есть какие-нибудь? На D нету. R2. R2. Это R3. Great. О! Я мастер взлома. Открыть дверь. Что за дверь? Все? Что это за дверь-то открывается? Или вот эта дверь и открывается. Ну-ка. Точно. Вот, сэкономили отмычку. Ядерный блок. И зачем это мне? Пелс, поскажи, зачем нам с тобой ядерный блок? Что мы с ним будем делать? Вот еще здесь мы вроде не все посмотрели. Или мы отсюда пришли? Да, мы отсюда пришли. Все в порядке. Все хорошо. Мы вроде не всех наверху же. Мы столько их людей обстреляли. А лут собрали только с одного. Мешок цемента. Зачем нам цемент? Ой, чувствую, с крафтом придется. Ух, как разбираться. Я смогу запрыгнуть вот сюда? Нет? Хорошо. А где остальные? Кого мы тут разбирали? Я что-то не вижу никого. Пес. Вот наверху там, чел. А как нам наверх забраться? Тут лестница где-нибудь имеется? Наверх. Пес, подскажи мне. Нету лестницы никакой наверх. Ну ладно. Пойдем дальше. F5. Там тоже были какие-то существа. Чего-то болтали. Сейчас с ними тогда разберемся. Переющие. Музычка такая. Ой, это не манекен, это враг. Я сначала подумал, что это манекен стоит, а это, оказывается, враги. Ты чего рычишь, что уже со всеми я расправилась вместо тебя? Симулятор, кей, рейдерская броня опять для левой руки, портупея. Что за портупея? Ну-ка, я хочу посмотреть, что это за портупея такая у нас. Портупея. И мы что-то сняли, да? Кожаная одежда рейдера. Костюм бродяги, кожаная одежда рейдера. Сопротивление урона. 2,5. Костюм бродяги-то будет покруче, конечно, пока что. Но я думаю, что если есть для левой руки, то есть, значит, и для правой руки что-то. А это значит, чем больше брони на мне надета, тем лучше. Патроны для дробовика. Короткий гладкоствольный с патронником. Сколько у меня уже этого оружия? Что мне с ним делать? Арбуз. О, да ладно, откуда этот арбуз? Неожиданно. Что у нас с оружием? Давайте посмотрим. У нас куча-куча оружия всякого. О, гладкоствольный автоматический пистолет. 10, 13. Скорострельность выше. Да. Короткий гладкоствольник с патронником. Слушайте, а это, по-моему, даже лучше, чем у нас. Только скорострельность хуже. А, все понятно. Дальность зато лучше. Короткий лазерный мушкет. Охранный пруд. Так, патроны для дробовика мы с вами подобрали. А где сам дробовик? Нет, ну как так? У тебя что, нет дробовика? Гладкоствольный пистолет, рейдерская броня для туловища, панталоны. Эй! Дайте мне дробовик тоже. Патроны даете, а сам дробовик не даете. Что за дела? Парни, я так не согласна. Но женщина должна ходить с дробовиком. Ибо... Что за дверка у нас тут? Понятно. Не выталкивай меня только туда. А то знаю я тебя. Сейчас я приду со всех во шкуру, озеро. Да ладно тебе, никуда они не денутся. Где они тут? Сюда сейчас придешь? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тиририририм, тиририририм. Давай сюда еще один. Вроде там было, давай сюда. Ну, подходи! Ты у меня на мушке, парень. Ну, че вот? Во! Шшш! Если чем-то с ним расправиться. Эй! Пса-то за что? Что, еще один тут? Ну? Парни? Ладно. Там какой-то еще один бегает, кричит чего-то непонятно чего. Патроны, зажигалка, изолента. Зажигалка, изолента. Так, все есть пусто. Да как же так? У меня удача на максимум. Все должно быть... Просто куча лута должно везде валяться. Я должна как барыня ходить. Такая... А! Не надо мне! Ладно, я и без этого. Двойные деньги. Возьмем двойные деньги. Ну? Что там, что ряд? О! Картина. Так, что у тебя? Патроны. Кладкоствольные. Штурмовый противогаз. Кожаная броня для лев... Почему все для левой ноги? Подожди, какие-то ноги. Штурмовый противогаз. Так, стоит в стопе. Сейчас проверим. Одежда. Рейдерская для левой ноги. Левой руки. Это хуже. Что за снаряжение Минитмена? Ой, куча всего. Ну-ка, покажись хоть. Что там? Как ты у нас выглядишь, женщина? Да. Что у тебя? Что у тебя за корзина для мяча баскетбольного на левом плече? Женщина. Что это за наряд? Стимулятор. Окей. Для левой руки протупея. Штурмовый противогаз. Ничего. А я так надеялась. Так надеялась на... На дробовик. Может, у тебя есть дробовик? Парень. Патроны для левой руки. Плюсик, я так понимаю, это то, что у меня уже есть. Да? Гладкоствольный автоматический пистолет. У меня уж такой есть. Патроны. Эх, маааа. Эх, маааа. Ты у нас что? Враг, друг? Аль враг, аль друг? Вроде наши друзья. А как убирать оружие здесь? Блин, зачем я это сделала? Тихо. Давайте я посмотрю, как в настройках управления, я должна хотела посмотреть, как убрать оружие. Атака, граната, взаимодействие, вытаскивание оружия, перезарядка. Укорение, скрытность, бежать, избранная, быстрая-быстрая загрузка, пауза, статистика, предметы, инфа, радио. Подождите-ка. А как? Это же перезарядка. А, удерживатель, понятно. Говорите с Престоном. Ты у меня в долгу. Ага, само собой. Как только выберемся отсюда, я вручу тебе сундук полный изумрудов. Давай, я люблю изумруды. Очень даже я люблю изумрутики. Продолжай. Месяц назад нас было 20 человек. Вчера уже только 8. Сейчас осталось 5. Сперва гули в Лексингтоне. Теперь эти рейдеры. Какой ужас. Вам пришлось нелегко. Спасибо. Приятно, что хоть кому-то не все равно. На самом деле мне все равно. Ирония это была у меня. В общем, мы решили, что в Конкорде будет безопасно. А оказалось, тут рейдеры. Но у нас есть еще одна идея. Надеюсь, хорошая. Сторджес, расскажи. На крыше есть разбившийся винтокрыл. Старый, довоенный. Его видно с улицы. Так и вот, один из пассажиров оставил после себя серьезную штукенцию. Полный комплект силовой брони Т-45. Армейский экземпляр. Мне нравится. Да, я так и думал, что тебе понравится. Защита плюс чего-то там. В этом костюме ты сможешь оторваться от винтокрыла миниган. И тогда этим рейдерам прямая дорога вахт. Как тебе идея? Миниган? Из этого минигана можно стрелять как из винтовки? А почему бы и нет? Там есть спусковой крючок. Просто прицелишься в этих мерзавцев и устроишь им свинцовый душ. Что касается брони, в этом костюме нет источника энергии. Старый уже лицо, как вздох. Можно, конечно, подзарядить, но было бы чем. Помогу, чем смогу. Суржис, расскажи ей. Чего расскажи? Блин, какие-то баги. Но до него не добраться, он в подвале за запертой дверью. Слушай, я чиню вещи, я техник. Ломать систему защиты этого я не умею. А вот у тебя может и получиться. Точно, а мы же уже взломали что-то там. Вот мы молодцы с вами. А я все думала, зачем эта фигня? Вообще-то, ядерный блок уже у меня. Можно приступать. Я поняла только гудлак, удачи. Видите, тут почему-то не все диалоги с сабами, а какие-то баги. Ну, понятное дело, это же начало игры, без модов, без всего тут еще. Чинить и чинить, сколько ускоримо всяких этих заплаток на починку, чего только можно. Ой, вот она, пупс. Вот, про этих пупсов я говорила, что они, видите, нам повышают очки различные. Видите, это пупс восприятие. Он делает... Чтобы распознать слабость, нужно проявить внимательность. Ваш параметр восприятия вырос на один балл. Видите? Уже не придется тратить на него свой уровень. Увеличить изображение. Взять. Ох. Полежный пупсик. Ох, какой полезный. Да еще ничего не весит. Красота. Ну-кась. Давайте проверим. Вот. У нас теперь восприятие 4. То, что надо. Осталось еще силы увеличить на троечку. Угу. Интеллект повысить. Ну и... Харизму. Окей, восприятие. А я могу же что-нибудь прокачать или нет еще? Я вообще хочу что прокачать? Взлом замков. Вы можете взломать средние замки. Подтвердить выбор. Ой, у меня еще даже очки есть. Нормально так. Подтверждаю. Отлично. Мы теперь можем средние замки взломывать. Это крайне полезно. Странно, что не пишут, сколько у меня очков осталось. Ну-ка. Все. Больше нет. Потому что мы уже несколько раз натыкались на замки среднего уровня, а мы их не можем даже взломать. И это, знаете, крайне неприятно. А вдруг там что-то очень-очень важное и полезное. Что у вас тут еще есть интересного? Пацаны, ребятушки. Дзинелон. Эй, мистер. О боже, боже. За что? За что? За что? Так нечестно. Так нечестно. Да ладно? Че ты паникуешь-то? Дзинелон. Вот паникера. Ты что скажешь? Все в порядке? Минитмены должны были нас защитить. Карви обещал. Он обещал. А ты что, бабулька, скажешь? Псина? Он привел меня сюда. Глупая шавка, хороший песик. Хороший песик. И умный. О да, псина умеет находить людей, которые в нем нуждаются. И теперь он будет тебя сопровождать. Я видела. Вы видели? Все дело в препаратах. Под их действием матушка Мерфи является видение. Сколько себя помню, всегда так было. Видение. Ну-ну. Ты просто хочешь, чтобы я тебе чем-нибудь угостила, да? Это просто поразительно. Я вижу фрагменты того, что было, что будет, и что есть прямо сейчас. Ну, последний скил, скажем так, не особо полезный. Я тоже вижу то, что сейчас. И прямо сейчас я вижу, как что-то приближается. Идет на весь этот шум и суматоху. Что же это такое? И это что-то злое. Ктулху, что ли, к нам явятся? С собственной персоной. Что такое это? Матушка Мерфи, расскажите подробнее, пожалуйста. Попытка убеждения не далась. Прости, я больше ничего не знаю. Видения не всегда ясны. Но одно могу сказать тебе точно. Это не рейдер. Желтый же был. Я могла ее убедить. Почему не удалась эта попытка? Я устала. А у тебя, если не ошибаюсь, есть работа. Но я сейчас устала. И если я не ошибаюсь, ты у тебя есть работа, чтобы сделать. Ну ладно, job to do. Сейчас будем делать job to do. Только сначала обследуем. О, будильник, модная щетка, фигня. Фигня тут у вас, господа. Ну-ка, с этой стороны мы вроде не обследовали. Давайте кайф 5 нажмем. Наверняка же еще где-то рейдеры остались. Согласитесь. Ну все просто так. Я уже запуталась, с какой мы стороны пришли. Мы пришли... Да, с той стороны. А этот угол мы еще не обследовали. А тут же наверняка что-то тоже еще есть. Красота. Выходим наружу. Красота. Металлическая броня обеспечивает дополнительную защиту от баллистического урона. В 2077 году Америка была страной невероятных технических достижений и социальной катастрофы. Как и всегда, ее жители мечтали только об одном... О счастливой жизни. Ой, нет. Вау! Вот она, силовая бронька. Красота-то какая. Голозапись Майкла Дейля. Тайник с крышками. Будильник, зубная щетка. Довоенные деньги. Давайте предохранитель возьмем. Мало ли. А вот изолента. Я еще ее не разбирала. Интересно, из чего она состоит. Ну и давайте запись послушаем. Чего? Подождите-ка. Посмотреть, выбросить. Эй! Что за баги? Что за фигня? Пи-бой! Что с тобой? Начинаются веселые баги. Я же табу жму. Должен появиться Пи-пой, а его почему-то нет. Что вообще происходит? Как будто у меня есть оружие, как будто его нету. Подожди, или это не баги? Ты мне что-то все карты сбиваешь, да? Подожди. Что-то может случилось? Во! Все, наконец-то. Посмотрим, что у нас тут. Разное, наверное, в разном. Голозапись Майкла Дейля. Личный дневник штаба сержанта армии США Майкл Дейли. В прошлую субботу, 23 октября, по пути в Уэст-Стокбридж, наш винтокрыл врезался в крышу этого музея. Причина – электромагнитный импульс после ядерного взрыва. На самом деле, несколько взрывов. Судя по собранным мной данным, это было глобальное событие. Второй пилот погиб при столкновении. Пилот умер от ран на следующий день. На следующий день после этого, Флэрти и Канаву застрелили какие-то напуганные очавшиеся выжившие. Затем сбежал Прознанский. Есть тех пор чего? Теперь мой черед идти в самоволку, если, конечно, этот термин еще применим. Ядерный блок моей брони сдох, так что, похоже, моя карьера, солдаты, закончена. А наши только начинаются. Я отправляюсь в Бостон пешком в выезд, не выжила ли моя сестра. У нее квартира на Бойлстон-стрит. Это был Майкл Дейли. Удачи, Боже, храни Америку или то, что от нее осталось? Что такое силовая броня? Правая или левая рука? Давайте, знаете, мы сейчас остановимся, продолжим уже в следующей серии. Мы, да, в следующей серии уже залезем вот в эту чудо-машинку, в эту силовую броню. Ну, а пока что с вами была Мира Моба Филка. Ставим лайки, комментируем, подписываемся. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok